На кастинге русского сиквела Сумерек тебя просят принять сексуальную позу Изобрази это так, чтобы все поверили, что ты эротичный вампир Все черные вещи в твоем гардеробе внезапно превратились в розовые Что наденешь? Блин, у меня реально все вещи черные в гардеробе, серьезно Это актуальный вопрос Очень актуальный Я одену розовые стринги Возьмем вот эту, пожалуй Если бы ты мог обратиться к гендиректору ТНТ с просьбой О чем бы вы его попросили? Я бы ему сказал Не могли бы вы мне предлагать все роли в сериалах, чтобы там не было поцелуев? Именно так я и делаю, собственно, на каждом проекте Все по чесноку Никакого юмора Вы позвали не самого веселого человека Сколько раз ты сможешь по-разному ответить на вопрос Когда уже второй сезон? Сохраняя спокойствие Я даже вопрос-то прочитать не могу Сохраняя спокойствие Еще даже не начали его снимать Соответственно, начнем снимать только в ближайшие месяца два И, соответственно, выйдет он, наверное, только через год-полтора Так что отписывайтесь от группы Забудьте вообще, кто вы Вряд ли вы о нас будете помнить, когда он выйдет Прочти следующий текст так эмоционально, как сможешь Понимаешь? И я как Бэйби Бэйби Бэйби, нет! Я как Бэйби Черт Представь себе, что ты, барышня, из 19 века и ведешь дневник Опиши сегодняшний день, начиная со слов «Дорогой дневничок» Дорогой дневничок Сегодня, когда солнышко коснулось моих щек Я открыл свои глазки в три часа после обеда Я так долго спал Спала Потому что всю ночь я читала Пушкина Да Он меня сюда пригласил Вот там сказано, никому не показывай эту карточку и не говори, что она не написана Что девушка должна надеть на свидание, чтобы ты сбежал, как только ее увидишь? Я думаю, она должна ничего не одевать, и это будет как бы маячком, что надо бежать Потому что сразу будет понятно, что дело пахнет жареным А какой из сказанных твоим героем фраз ты думаешь? Что за фигня? Я думал так о фразе У нас был Костя Давыдов Это главный тоже один из наших ребят в Чернобыле Я думаю, его знают, кто смотрел И он говорил такую фразу Типа, лучше иметь оружие и нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и иметь И вот мы смеялись, наверное, раз в 15 Просто когда он это говорил, и режиссер, у него уже была истерия Он сказал, я вас больше не возьму сниматься Стивен Спилберг приглашает тебя сняться в своем фильме И предлагает любые условия Но эти условия надо назвать прямо сейчас Начинай Я говорю, Стивен, я не целуюсь, не обнимаюсь в кадре Я не играю отрицательных персонажей Только если есть какой-то переворот, соответственно, у героя То есть полного козла я не играю Соответственно, ну, мое главное пожелание Это чтобы не было интимных сцен А остальные условия, в принципе, я согласен Мне нужен вагончик отдельный Чтобы там не 25 человек сидело Чтобы можно было временное уединение какое-то найти Соответственно, все И плати мне тысячу долларов, 500 миллиардов за смену Прочитай последнее сообщение в своем телефоне вслух Посмотрим Сейчас там от нашего редактора Ты где? А ты где уже? Нет, пишет мама, как дела? Первое Сообщение ВКонтакте или где? Нет, последнее это покупка 242 рубля в Uber такси Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому